У нас, кстати, отправляют человека в Совет Федерации, мы, как правило, от него как-то избавляемся. То есть мы Беликова практически не видели. Один раз он пришел тут, выступил, на вопросы не ответил, он шел. Я вот, Голю Николаевич, прошу не повторять вот такие вот кульбиты, которые мы видим от сенатора Беликова, да, в случае вашего избрания, да. Да, поэтому, как бы, нам нужен сенатор, который будет реально работать на благо Владимира Сколы, чтобы мы его постоянно видели, его работают, не просто на экране телевизора вот там поднял или нажал кнопку, там какой-то законопроект. Кстати, хорошо бы там ваше мнение звучало, чтобы мы знали, что вы там выступаете, не просто в Кремле решили и нажали. Закон прошел в Госдуме, значит, надо обязательно нажать. То есть никаких особых, я не помню, что за все время Совет Федерации, ну, на моей памяти, чтобы серьезно. Какие-то были возражения по законопроекту, которые, кстати, иногда народ не поддерживал. И прислушиваться к мнению народу, можно было как раз и не проголосовать Совет Федерации за эти законопроекты. А Совет Федерации стал какой-то пенсионный такой, ну, как сказать, местом, где собираются пенсионеры, очень уважаемые люди, которые там сидят и просто отбывают, так сказать, ну, свой срок, вот, пока они там еще и 5 лет находятся. Поэтому я очень хотел бы, чтобы все-таки там были люди от нашего законопроекта собрания, которые будут там работать, которые будут помогать нам с инвестициями. Ведь Совет Федерации, он всегда может найти выход на министров, там, членов правительства. Он может много сделать, как я вот понимаю. И я знаю таких сенатов, к сожалению, так много, поэтому вот к тому, к тому мы все не сберем. Я желаю все-таки ближе оставаться, тем более законодательное собрание, ближе к нам, к людям, живущим в Владимирской области. И все-таки, ну, как-то вот показать в отчете не просто сколько там кнопок было, раз за закон нажато, и какие законы мы там приедем. И мы, как вы знаем, мы следим за информацией, которая идет через сайт Совет Федерации и остальных. А именно, что сделано конкретно сенатором для того, чтобы Владимирской области развивалась и развивалась успешно. Спасибо. Спасибо.